Вооруженные силы Украины официально подтвердили обстрел Антоновского моста вблизи оккупированной России Херсона. Антоновский мост является одной из трех переправ через Днепр, контролируемых российской армией. Он соединяет оккупированный Херсон с другой частью области, тоже находящийся под временным контролем армии РФ. По автомобильному мосту российские войска перевозят свою технику и боеприпасы. Или же перевозили? Об этом мы спросим нашего гостя. Это Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета. Сергей, здравствуйте. Вот после вчерашнего удара была информация, что попали не просто по мосту, а по грузовикам якобы с боеприпасами, потому что был там красочный такой взрыв. Вы это подтверждаете? И вот что сейчас с Антоновским мостом? Он работает или опять временно закрыт? Доброе утро, мы из Украины. Херсонщина, это Украина. Слава Украине. Героям слава. Действительно, вчера наша вооруженная сила, вообще был очень такой, очень яркий день, как говорится. Начался он с новой Каховки. Таврийск, Каховка, Малокаховка. Отработаны были склады боеприпасов. Кстати, в Каховке не новая Каховка, а Каховка. Они так немножко отдельно друг от друга находятся. Многие путают, конечно, думают, что это один город, но нет. В Каховке, кстати, это один из первых таких знаменательных попаданий в склады боеприпасов. До этого в Каховке не было вот таких больших и массовых детонаций. То есть вчера это начался вот так вот день. И, как говорится, когда уже после обеда наши вооруженные силы нанесли абсолютно мощный удар, причем как раз в грузовики с боеприпасами так попало, которые сдетонировали, бетон разлетался вплоть до берегов и на даже прибрежных дачах попадались куски бетона, то такая мощная была детонация. Безусловно, орки и коллаборанты, они утверждают, что наша артиллерия попала в технику, но строительную технику. Ну, они всегда так утверждают. И они говорят, пострадала строительная техника, разрушение незначительное. Но дождемся уже, как говорится, сегодняшнего дня, потому что вчера оккупанты абсолютно все оцепили, абсолютно все прибрежные. И вот все, что рядом с мостом было оцеплено, запрещено. Они ходили рейдами, чтобы никто не снимал, не фотографировал. Растаскивали, безусловно, технику. Я сто процентов уверен, что такого бы взрыва не было, потому что видели, что как раз двигалась военная техника по мосту, которая и сдетонировала. Но дождемся уже сегодня, я думаю, все-таки появятся видео с паромной переправы. Все-таки люди все равно переезжают паромами, хоть вчера это было и заблокировано. Но не паромами, а они разворачивают понтоны, как плоты используют их. То, я думаю, все-таки снимки появятся и мы увидим. Но по состоянию на вчера и сегодня еще движение абсолютно не восстановлено. Хотя надо сказать, что оккупанты еще заблаговременно, вместе с тем, что они немножко отремонтировали дорожное полотно и даже начали пускать по нему грузовые машины, как мы видели, и, кстати, которые и не доехали. Но, тем не менее, они еще монтируют какое-то странное сооружение из барж прямо под мостом. Они фиксируют баржи под мостом к опорам. Может, такой они какой-то своеобразный понтонный мост готовят из барж? Ну, как бы тяжело судить про это архитектурное сооружение. В истории еще, наверное, таких случаев не было. Но будем наблюдать за этим. Единственное, что Антоновский мост будет таким своеобразным прикрытием для этих барж, которые будут находиться под ним. Но я думаю, что и это будет не проблема. Хотя в ближайшее время сейчас логистика оккупантов нарушена однозначно и окончательно. Сергей, и все-таки так получается сейчас на херсонском направлении. Российская армия больше защищается или пытается атаковать? Ну, мы же все помним сообщение, которое было два дня назад, когда оккупанты заняли окрестности, южные окрестности села Благодатное. И они как бы еще два дня назад, и я тогда еще говорил, что это исключительно такая психологическая атака, которая была приурочена к дню Аквафреша, ну, к дню российского флага, который происходил, то как раз вчера и позавчера наши вооруженные силы нанесли очень мощные ответные удары. И никаких наступательных движений со стороны российской армии все-таки говорить точно нельзя, потому что, ну, еще раз повторимся, у них нет возможности подкрепляться боеприпасами, техникой, и нет возможности даже перекидывать продуктовое обеспечение тех войск, которые находятся на правом бережье. А вот эти, кстати, хлопки в Крыму как-то вот отразились на Южном фронте? Вот чувствуют украинские воины? Там меньше стала работать авиация, не знаю, меньше стало обстрелов? Так, безусловно, кстати, после вот уничтожения истребителей в аэропортах, да, и в том числе и про взрывы в Бельбеке и в Патолию, то как раз в авиации стало существенно меньше, потому что, если взять хронологию последнего месяца, то авиация оккупанта работала довольно-таки серьезно, поэтому вот сравнивая даже, можно очень четко увидеть. Ну и взрывы складов в Джанкоэ, это опять-таки усиление боеприпасами, которые оккупанты... Вот если мы проследим, как уничтожали наши вооруженные силы склады боеприпасов по всей оккупованной Херсонщине, да, и мы видели и в Брелевке состав, когда взлетел в воздух больше 40 вагонов боеприпасов и техники, и в Новоалексеевке гигиенического района, то это говорило уже о том, что железной дорогой они доставлять технику и боеприпасы уже просто не могут, потому что нет небезопасного места. Поэтому Джанкой для них стал таким логистическим хабом, куда они свозили с Россией, то есть они уже переместили свое накопление техники и боеприпасов в Крыму. Но как раз этот взрыв, он тоже был знаменательный тем, что у них уже и там нет безопасного места, а технику, тяжелую технику, надо понимать, что она ездит исключительно на платформах и железной дорогой, потому что своим ходом танки БТР ездить не могут. У них есть определенный моторесурс, у них там есть моторесурс на 600 километров, то есть они подвозятся, а дальше только в зоне боевых действий они ездят своим ходом, поэтому в этом есть определенная проблема у оккупантов. Сергей, финальный вопрос, если можно, коротко. Вы упомянули этих злосчастных коллаборантов. Последнее время Россия все чаще ставит на захваченном юге Украины своих региональных российских чиновников с Вологды, из Краснодара. В чем причина? Коллаборанты закончились или просто этим предателям уже веры нет? Потому что, по сути, даже в оккупированном Крыму в свое время, в 2014 году, они ставили рулить местные власти. Да, и это как раз тенденция последнего месяца в оккупированной Херсонщине. Они сейчас местных коллаборантов назначают исключительно на военные, гражданские администрации, территориальные, как они их называют. То есть устраивают такую коллаборационистскую вертикаль, которая в области должна обеспечивать якобы присутствие коллаборантов, они это готовят больше для проведения референдума, а не для управления. Хотя уже и молчат про дату референдума. Ну, по инерции еще это делают. Потому что уже реально понимают, что провести его они не смогут однозначно. Ну и удержаться уже в Херсонщине они не смогут однозначно. Ну, как говорится, планы есть, они их выполняют. А по управлению Херсонской области, ну, они даже называют это правительство, министры, премьер-министр Херсонской области. А сейчас привезли целого зама премьер-министра Херсонской области. То есть вот эта вертикаль Елисеев, как бы он себя министром называет, это ФСБшник из Калининградской области, который был привезен изначально. Вот он и подбирает как раз вертикаль тоже ФСБшников уже из других регионов, но берут исключительно только россиян. Единственное в этом правительстве, так называемом, есть депутат Ховалев, который у них там числится якобы министром сельского хозяйства. Это говорит о том, что тотальное воровство, которое в последнее время в Херсонской области уже перешло все границы, и аппетиты как со стороны коллаборантов, так и со стороны оккупантов росли и начали пересекаться. Поэтому началась вот такая своеобразная борьба за потоки воровства в Херсонской области. Спасибо. Спасибо, Сергей. Спасибо вам, Сергей. С нами в студии был Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета.